В этом выпуске мы расскажем вам, как дагестанский боксер проучил американца за дерзость. 15 декабря 2005 года состоялся мега-поединок между двумя боксерами тяжелого веса, россиянином Султаном Ибрагимовым и американцем по имени Лэнс Уитакер. Тот бой из обычного претендентского поединка превратился в настоящее побоище, в котором оба боксера были готовы оторвать друг другу головы. Но почему так случилось, давайте разбираться. Султан Ибрагимов – это именитый российский боец из Дагестана с впечатляющим послужным списком, состоящим из 22 побед, 17 из которых были одержаны нокаутом. Он был известен своими навыками и нокаутирующей мощью. На момент встречи со своим заокеанским визави, дагестанец являлся континентальным чемпионом по версии WBO, серебряным призером Олимпийских игр и одним из самых перспективных боксеров в тяжах. Лэнс, в свою же очередь, также известный как Гора, был американским боксером, на счету которого было 32 победы, 4 поражения при одной ничье. Феноменальные физические данные, рост в 207 см, вес под 130 кг, придавали этому парню огромную уверенность в своих силах, граничащую самоуверенностью, которую данный индивид показывал всем своим видом. Напряжение между бойцами нарастало в течение нескольких недель до боя. Уитагер неуважительно отзывался о навыках Ибрагимова, о его происхождении, о близких ему людях и так далее. Поэтому то, что произошло по итогу в момент процедуры фейс-то-фейс, стоило ожидать. Как только они увидели друг друга, посыпались оскорбления. Уитагер назвал Ибрагимова трусом и самозванцем, а Ибрагимов обозвал Уитагера болтуном. После этого Уитагер подставил кулак к лицу Ибрагимова, на что тот толкнул своего будущего противника. В доли секунды в зале разразился настоящий хаос, и толчок боксера привел к полномасштабной драке, в которой оба бойца наносили удары и были разлучены своими командами. И как мы видим по фотографии, левая дагестанца все же четко попала по цели. Неудивительно, что в момент, когда боксеры наконец-то вышли друг против друга на ринг, напряжение на арене было очень высоким. Его буквально можно было пощупать. Ибрагимов направился в сторону ринга первым, уверенно и невозмутимо выйдя на помост. Вторым на арену вышел американец. С дерзкой походкой и грозным взглядом он направился в сторону визави. В момент, когда боксеры вновь встали друг напротив друга, сразу стала заметна колоссальная разница в росте между бойцами. Уитагер то и делал, что улыбался дагестанцу в лицо, надменно провоцируя соперника. Но султан никак на это не среагировал. Толком не пожал друг другу руку, боксеры разошлись по углам. Звучит гонг, бой начался. Россиянин не стал дожидаться противника и буквально с первых секунд поединка принялся крушить оппонента. Как итог, уже на первой трех минутке, прекрасным встречным ударом слева, он отправляет Витагера на конвес. Второй раунд данного боя также получился разгромным. Уитагер и в этот раз успел побывать на полу. Этоぃ, вау, в aspect garn sil mission, мышцы с économами и выбраться на поиск. Три, четыре, пять Три, семь Webinar и пауззрм свой ворот св на первую сторону, прочее Да, да. Иногда попадал ниже пояса, за что получил замечание. У нашего боксера проходили отличные удары в голову, опережающие и вразрез. Уитагер периодически вставал, криво улыбался, снисходительно, что-то там говорил Султану, пытался бровировать, несколько раз поджимал его в угол и нависал над ним. Но наш панчер отлично выходил с ударами. Пятый раунд был относительно равным. Султан тут взял передышку. И его соперник сумел несколько раз удачно попасть по цели. Султан Ну а дальше было только дело техники. Разбитый нос и заплывший глаз Ибрагимов организовал горе за пару следующих трех минуток, добавив к этому жесткий нокдаун в шестом раунде. Седьмой и, как оказался последний раунд данного боя, самых первых секунд начался стремительно. Ибрагимов уже открыто избивал своего визави. За очередной удар ниже пояса Султан был лишен одного балла. Однако это никак не поменяло картину боя, которая складывалась в одностороннем ключе. Местами на американца было даже жалко смотреть. В одном из эпизодов Уитагер получает рассечение над правым глазом, вызванным вследствие удара. Доктор, осмотрев боксера, разрешает ему продолжить биться, однако сам боец отказывается от данной затеи и просит остановить бой. Как итог, разгромная победа Султана Ибрагимова в принципиальном для него бою. Субтитры создавал DimaTorzok На этом все. Друзья, не забывайте, что у нас есть еще один ютуб-канал, посвященный животному миру. Дико интересный контент, поэтому ждем вас там. Переходите, нажав на этот ролик, который вы видите у себя в центре экрана. Или по ссылке в описании. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк. Всего хорошего, всем пока. Субтитры создал DimaTorzok